Начиная с 1904 года, с русско-японской войны, у меня в каждом поколении кто-то воевал. Прапрадед в русско-японскую войну, деды мои по отцовской линии, по материнской линии, в Великой Отечественной войне воевали. Отец в Чечне воевал, я в Чечне. Фактически вот этот боевой путь все на руке нарисованы. Здесь у меня как раз Бериндей. И вот раньше был такой народ, поинственный народ был, а они были наемной армией. С Иваном Грозным они брали Казань, с Ермаком осваивали Сибирь. Здесь вот Великой Отечественной войны, это мои предки, а здесь уже Чеченская война. Это я, это отец, это Мишка, который погиб. Я был командир отделения, исполнял обязанности командира взвода, а также старшины. В какой-то момент, когда командир роты на несколько месяцев пропал, я исполнял обязанности командира роты. Человек 40 был в роте. Тактики ведения боя в населенных пунктах в армии не показывали. Все было на уровне вот этого Великой Отечественной войны, с криками «Ура!», там, бежишь, бежишь, окопался. Современная война, она другая сейчас, потому что все происходит, в принципе, в населенных пунктах, в горах, там все по-другому. Первую заварушку я попал в феврале 96-го. Мы ездили по населенным пунктам, так называемая зачистка. Проверка населения на предмет оружия и присутствие боевиков. В начале февраля мы приехали в населенный пункт, называется Новогрозинск. Поначалу вроде все как бы нормально было. Меня и еще три БМПшки поставили охранять винзавод. На второй день уже началась конкретная война. Погиб соседняя рота парнишка, с моей роты один был ранен. Ну, в итоге мы взяли это Новогрозинск, и командир полка разместил весь полк на винзаводе. Сказал, говорит, отдыхайте три дня. Но мне повеселиться не пришлось, потому что после желтухи у меня очень было туго с желудком. После этого как раз меня наградили знаком за отличие в военной службе внутренних войск второй степени. Вместные жители по-разному к нам относились. Некоторым война уже надоела, и они понимали, откуда же все-таки причина, да, этот боевиков. И они боевиков даже сами отгоняли от населенного пункта, потому что они прекрасно понимали, если там начнется заварушка, да, стрельба, то как бы пострадают и мирные жители. Некоторые в открытую говорили, где-то идите отсюда. Примета была, а не примета, традиция. Вот мы едем, а они веником там от порога такие-то, типа, вот вместе с мусором, типа, ну, чтобы не появлялись. Некоторые угощали нас там своими лепешками, там, ну, еду какую-то подкидывали. Здесь очень было сложно, в плане того, что ты не понимаешь, где враг. В то время, когда было перемирие, нам во время зачистки давали местное население милицию. И вот в ГИХИ, в июне, вроде бы, нам лично видел те милиционеры, которые были в сопровождении, в итоге, когда бой завязался, они уже стреляли против нас. В нашем роде был замполит, он привез с собой видеокамеру. Он там спросил, говорит, кто умеет пользоваться видеокамерой. Я говорю, да, я узнаю, как снимать. Снимал пленных, ребят, художественная самодеятельность у нас был, конкурс. Мы там песни пели, я танцевал. Вот, все тоже на камеру снималось. Снимал как раз вот бой в Новогрозненске. В этот момент как раз в Новогрозненске уже бомбили самолеты. Мы просто в сторонке стояли и смотрели, как это все взрывается. И помню как раз момент этот смешной. Ну, нам-то было смешно, а там местным жителям не смешно. Старик бежит в сторону, где взрываются дома. А ОМОНовец такой, отец, куда бежишь там? Он говорит, дом у меня там. Он такой, нет, у тебя там уже дома. Помимо тех должностей, мне придумали должность, которая вообще в уставе не существует. Начальник досуга личного состава. Моя рода единственная жила в землянке. Нашу палатку в Грозном сожгли. В остальных палатке у нас была землянка. Но надо было как-то облагораживать. И в какой-то момент, что-то я с зампотелом поругался. Он меня решил наказать. Говорит, завтра будет строевой смотр, буду проверять котелки. А котелок такая вещь, она постоянно пропадала. Он говорит, не калыш, ты или котелок, или одинаковая, однообразная посуда. Что делать? Ну, парней собрал. Я поеду в Бамут. Заброшенные дома были. Я не знаю, чисто случайно или что это, удача. Я в первый дом захожу. Спускаемся в подвал. И обнаруживаю там ящики. Открываю ящики, а там посуда из нержавейки. Одинаково. Фартук, половник. И, получается, приезжает какой-то генерал. Он обходит, смотрит, как полк живет. Как раз время обеда. Он в одну палатку зашел, все на нарах сидят. И у меня над землянкой стол стоит длинный. Боец с черпаком накладывает. У всех там тарелок под первое, под второе, кружка. У всех все одинаково. И зампоты вот такой. Говорит, а здесь третья рота живет. Я вижу, что он сейчас, ну, типа, чтобы меня наказали. И такой в лице изменился сильно. Когда увидел, как у меня все прекрасно. И на построение этот генерал говорит. Я, говорит, посмотрел, говорит. А, говорит, у вас в полку, говорит, самое лучшее, говорит, только третья рота. После войны мне стало как-то проще жить. Я начал воспринимать обыденные вещи. Такие, как проснулся, поел, да. Я их начал ценить. Это меня радовало. Многие проблемы стали для меня не столь серьезными. Я понимал, что это временно, это все изменится. Это не смертельно в первую очередь. Я всегда, когда что-то случилось, говорю, это не смертельно. Это пройдет, это временно. Считаю, что нужно иногда себя встряхивать или еще где-то побывать, чтобы ценности поменяли свои места. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»